Приветствую вас, я конечно не знаю, что говорили вам психологи, да, то есть, ну вот, что они конкретно вам говорили, и врачи, но с точки зрения профессиональной психотерапии, с точки зрения профессиональной психотерапии, заикание это приобретенное действие, которое необходимо ребенку, то есть, ребенок не хотел говорить, когда-то, вот тогда, в то время, когда он ходил в детский садик, ребенок не хотел говорить, ребенку, для ребенка это был стресс, ребенок закрывался, ребенку что-то не нравилось, и он, вот, собственно, решил ничего не говорить. Ну, то есть, решил заикаться, чтобы, чтобы с него не спрашивали, чтобы к нему не приставали, возможно, возможно, вот. Вот. И, соответственно, этим продиктована его реакция. Здесь нужно либо транзактный анализ, либо гипноз, вот, ну, гипноз, наверное, будет более эффективно, но, но более быстро будет результат, но... менее эффективно. А транзактный анализ побольше, но зато он более такой эффективный и проблему, как бы, уберет. Это значит, а сам стресс, сам стресс у ребенка, он ведь никуда не делался, он остался. Вот. И вполне возможно, что, так ребенок мстит, как бы, своим родителям, что они его, вот, направили в этот садик и так далее. Сам того не основал, он уже забыл давно, он уже не помнит ничего, он уже, а-а-а, как бы, живет дальше, он сам искренне не понимает, почему у него заикание, да, и так далее. Но для чего-то ему это нужно. Зачем-то ему это нужно. Надо сказать. Кто-то в первую очередь тот, кто нужно найти. Вот. Дальше немножко, немножко НЛП, может быть, немножко эриксоновского гипноза, и мне кажется, что все будет нормально. Вот. Другое дело, что, если его волнует только заикание, да, то есть, вот, только заикание, и все, и больше ничего, это, я не поверю. Потому что, ну, знаете, если человек серьезно заикается, да, то есть, прямо заикается, то, ну, наверное, у этого есть какие-то причины. Вот. Вот. Более, более серьезные. Мальчику 9 лет, поэтому, соответственно, показать ему профессионально, показать его профессиональному детскому психологу, либо, может быть, психотерапевту. Вот. Чтобы он ему помолв, потому что заикание, ну, элементарно, элементарно избавляется от заикания. Вот. То есть, как бы там, через компьютер, да, через сайт, например, сделать это будет проблематично, вот, хотя и возможно. Вот. Вот. Лучше всего абсолютно очень. Вот. А. Просто, а-а-а-а-а-а. Ну, найти, да, причину. Вот. Понимаете? Что вообще он заикает? И нужно найти просто хорошего специалиста. Вот и всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи!